Благодаря интересному сюжету и интригующей истории, адаптированной из реальной жизни, ему удалось запереть всех на экранах в первой серии. Долгожданный сериал канала «Девушка в стекле» вышел на экраны с первой серии вечером 8 апреля. Четвертая работа Гюл Серин Будай Джаглу была показана на экранах в том же сезоне, с «Девушка в стекле» после дома рождения, невинная квартира и красная комната. «Девушка в стекле», основанная на романе Гюл Серин Будай Джаглу «Девушка в стекле» и рассказывающая настоящую историю любви, заперла всех перед экраном в своем первом эпизоде. Возрождается главная роль Бурджу Бериджик, а в актерском составе – Деврим Якут, Фирибай Джугюллер, Фияс Черефаглу, Хамза и Заджи. «Девушка в стекле», в которой были представлены такие имена, как Хан Де Тайзи, Мерви Паллат, Нихал Мензил, Нур Сюрер, Сельма Эргеч, Шериф Фарол, Тамер Левент и Тугрул Тюлек, наблюдалась с интересом в первый день ее проведения. Так что же будет в новом эпизоде «Девушки в стекле»? Сможет ли Рафет отделить Седат от Каны? Седат влюбляется в Налана. Согласится ли Фериди, чтобы ее дочь Налан вышла замуж за Седат? Узнает ли Рафет, что Селен устроила Налана? Все и многое другое с вами в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы скажете, что Седат и Налан поженились, не забудьте поделиться нашим видео. Рафет Караглу вынуждает своего сына Седата жениться на том, кого он сам обнаружит, чтобы спасти его от Каны. Седат, с другой стороны, принимает этот брак, убеждая свою мать, Гульчихан, что ее отец оставит ее одну, если она выйдет замуж, хотя на самом деле она не одобряет эту работу. Но Седат находит приятного и обаятельного Налана, который привлекает его внимание больше, чем он ожидал. Таким образом, господин Рафет будет очень близок к тому, чтобы делать то, что он хочет. Потому что Седат был очарован невинностью и наивностью Налана, а также его красотой. Его видели с Седатом Наланом, который был популярен в его журнале, после того, как Селен устроила для журналистов после обеда, который они съели. И Налан был очень впечатлен, когда Налан сказал журналистам, что они могут выйти за него замуж, если он сочтет это целесообразным, в неожиданный момент. Когда Налан вернется домой после еды, она расскажет своей матери Фериде и отцу Адилбию о том, что было за ужином, и о предложении Седата руки и сердца. Хотя Адил и Фериде раньше чувствовали себя неуютно из-за его быстрого развития, Адильбий был бы уверен в этом, но Фериде Ханым, похоже, испытывает трудности в этом вопросе. У госпожи Фериде есть рана из прошлого, мы все заметили, что, хотя она еще не поделилась ею с нами, она глубоко повлияла на нее и, следовательно, на давление, которое она оказала на ее дочь Налан. Однако именно его жена Адильбий успокаивает его и убеждает, что его дочери достигли возраста замужества. Седат на самом деле собирался жениться на Эсимен, которая никогда не появлялась на экране, но тот факт, что никто в семье, особенно Седат, не хотел кого-то в семье, заставил Селень искать. Он избавился от Есимена после того, как нашел Налана, дизайнера интерьеров, работавшего в их компании. Однако мозг Рафета об этом не знает. Мозг Рафета, такой, который является глазом и ухом в доме, сообщит ему обо всем, как только он узнает об этом и сообщит Рафету. Вы можете найти подробности нашей интересной и интригующей серии с разной историей в оставшейся части нашего видео. В первом выпуске, который вышел в эфир, девушка в кадре актера привлекла внимание публики. Успешная актриса Бурджу Беричик Налань предстает перед зрителями в сериале «Девушка в камере», тема и сюжет которого начали транслироваться вечером в четверг, 8 апреля, на канале D. Фияс Черефаглу, который сделал себе имя своей игрой и голосом, возродит характер Седата. Со стороны на экран выйдет история любви Налана, у которой идеальная жизнь, с пересечением ее жизни с Седатом. Любопытный актер и сюжет фильма «Девушка в стекле», адаптированного по одноименной книге Гюльсерин Будайджа Аглу. Так кто же такие актеры «Девушки на стекле»? Подробная информация об актерском составе «Девушки в стекле» и персонажах. Актеры «Девушки в стекле» входят в число спектаклей, привлекающих внимание зрителей своим сюжетом и сюжетом. «Девушка в стекле», новый участник «Вечера четверга», встретит публику на экранах канала D. В главной роли сериала, который уже имеет широкую аудиторию с его актерским составом и сюжетом, будут играть персонаж Налан и Бурджу Беричик, в то время как другая ведущая роль будет разделена с персонажами Седата и Фияза Черефаглу. Крупнейшая гостиночная сеть Турции, где Гюрагли работает архитектором в компании Налан, кроткая, умная, теплая, а мир – красивая молодая женщина. Он единственный ребенок в семье. Он провел свою жизнь в богатстве, интересе и значимости, и окончил лучшие школы со степенями. У Налана, у которого со стороны идеальная жизнь, есть секрет, который он скрывает от всех. С другой стороны, у Седат, молодой наследницы компании, в которой работает Налан, были запрещенные отношения с модной красавицей Каной, пожилой замужней женщиной. Рафет Караглу, владелец компании и отец Седата, не позволит, чтобы его избалованный сын Седат запятнал репутацию империи Караглу, над которой он много лет работал. Рафет решает заставить Седата жениться на ком-то другом, чтобы отделить его от Каны. И колесо судьбы крутится. Пути Седата и Налана пересекаются. Единственное лекарство Седата, не способного проявлять себя перед отцом всю свою жизнь – жениться на Налане, которого он никогда раньше не знал. Итак, является ли Седат принцем-спасителем в снах Налана? Сможет ли этот травмированный в детстве до этого соединиться и полюбить, как в сказках? Или их ждет тьма, о которой они никогда раньше не мечтали? Среди актеров из «Девочек в стекле» есть важные имена. В сериале «Сборку беречек» в главной роли есть такие актеры, как Сельма Эргеч, Хан Диатайзи, Деврим Якут и Тугрул Тюлик. Актеры и персонажи девушки в стекле следующие. Левен – Тугрул Тюлик. Она муж Селен. Его отец, который в то время был очень богат, стал сыном семьи, имя которой было перезагружено в жизни общества, когда он обанкротился после женитьбы. Она пытается восстановить престиж, который ее семья потеряла после огромного разрушения, которое она пережила, будучи мужем Селен и зятем Рафета Караглу. В общем, Зафер, который встречает все и всякую ситуацию насмешливым выражением лица, кажется человеком, который ничего не носит снаружи. Налан – Борчу Беречек. Он единственный ребенок своего отца Адиля, отставного губернатора, и Фериди, учителя литературы на пенсии. Она красивая молодая женщина, снискавшая всеобщую любовь с первого взгляда своей теплотой. Он жил в достатке и с отличием окончил лучшие школы. Сейчас компания также работает архитектором в Гороглы, крупнейшей гостиничной сети в Турции. Он теплокровный, любящий, сознательный, трудолюбивый и кроткий. Он уважительно относится ко всем, особенно к матери и отцу. Он следует правилам и никогда не переусердствует. Он привык жить своей жизнью, как распоряжается его мать. Седать – фея с серии Фоглу. Караглу – младший сын в семье. Его отец обвиняет его у неспособности поймать топор. Она привыкла к утешению, она избалована тем, что ее мать растит ребенка и ребенка. Но по сути, он любящий ребенок с разбитым горем. Он не знает, как проявить себя перед отцом. Его принуждает к женихбе его отец и берет Налана против судьбы. Рафет – тамерливент. Караглу – глава семьи и очень богатый бизнесмен. Поскольку он из очень бедной жизни, он знает цену деньгам и никогда не терпит расточительности. Вся еда в особняке Караглу имеет вес и весовой все пронумировано и ограничено. Электричество, отопление, газ, еда, напитки – все распределяется по домохозяйствам в количестве, которое господин Рафет считает целесообразным. Однако Рафет никогда не колеблется, делится своим богатством с нуждающимся. Он всегда много помогает нуждающимся. Адил – серий Флерол. Он отец Налана. Губернатор в отставке. Он – человек, которого все ценит за его этику, деловую дисциплину, хороший темперамент и справедливость в каждом городе, в котором он работал во время своего пребывания в должности. Ему нравится заниматься искусствами и читать книги. Он очень хорошо играет на пианино. Он любитель художественной музыки. Несмотря на свой преклонный возраст, он энергичен и связан с жизнью. Она очень любит свою дочь Налан. Хотя его не устраивает давление, которое его жена Фериди оказывала на его дочерей, он ничего не может сделать. Ее самое большое усилие в жизни – сделать свою дочь счастливой и безопасной до тех пор, пока Налан не выйдет замуж. Силен – Сильма Эргеч. Силен – дочь Рафета Караглу. Она умная, трудолюбивая и живая женщина. Это правая рука Рафета на рабочем месте, его руки, его ноги. Он милый. Его жизнь проходит, закрывая разрывы в семье Караглу и налаживая их отношения с другими людьми и компаниями. У Силены очень хорошие человеческие отношения, дома нет никого, с кем бы у нее были проблемы. Это жизнерадостная и улыбчивая женщина, которая находит, чем поднять настроение и о чем позаботиться в любых обстоятельствах. Фериди, ну и Сювер. Анамат Налана. Он происходит из аристократической семьи и работает учителем литературы на пенсии. Он много читает, любит растения. Он предпочитает органическое во всем здоровье, для него навязчивая идея. Она очень дотошная женщина. Он не любит дома слишком много вещей. Он хочет, чтобы все было на своих местах. Он очень любит свою семью. Ему нравится все контролировать. Если что-то происходит вне его контроля, он резко реагирует. Его любовь и его гнев сильны. Есть травма, которую он пережил в прошлом, которую он держит в секрете. Больше всего от этой травмы страдает Налан. Афизи, Ниал Мензил. Они помощники Фериди и Адиля, которые работают у них дома. Со дня рождения Налана она ухаживала за ней. Это не будет нарушением обещания Фериди. Он очень любит Адиля. Он предан Налану и счастлив от этого. Самая большая мечта Налана – иметь брак, в котором он сможет жить счастливее. Он третий человек, который знает секрет темного прошлого семьи. Билур – Мервипалат. Он лучший друг Налана. Причина их близости в том, что они в точности противоположны друг другу. Налану хорошо и комфортно с Билуром. Для Билура в этой жизни нет ничего невозможного. Он непредубежденный человек, который может легко подвергнуть сомнению все шаблоны, навязанные миром. Он всегда очень заботится о себе. Чана – Анди Атайзи. Она дочь одного из самых известных бизнесменов страны. Женат, имеет двоих сыновей. Она представительная, жизнерадостная женщина, умеющая все довести до совершенства, позитивная и с уникальным взглядом на все события. Така – Амза Язичи. Караглу – младший сын в семье. Его отец обвиняет его в неспособности поймать топор. Она привыкла к утешению, она избалована тем, что ее мать растит ребенка и ребенка. Но по сути, он любящий ребенок с разбитым горем. Он не знает, как проявить себя перед отцом. Его принуждает его жениться на своем отце и берет Налана против судьбы. Дэнду – Фирибай Чугулер. Караглу – единственный служитель особняка. Он земля Гульчихана. Она знала и Гульчихан с юных лет. Она веселая, веселая, общительная, веселая женщина. Для каждой ситуации и каждого человека всегда есть решимость. Он любит посплетничать. Гульчиан – Деврим Якут. Гульчихан – жена Рафета Караглу. Как сильная женщина, которая была настолько уверена в себе, что была дочерью великого вождя. В браке с Рафетом она превратилась в пассивную женщину, которая боялась Рафета и вынуждена была бороться с чувством неудачи. Самым ценным из них является его сын Сидат. Сидат вырастил несколько детей с детства, но он все еще чувствует себя виноватым, потому что Рафет не всегда его любит перед лицом результата. А пока мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за происходящим в сериале «Девушка в стекле». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok